Открытие любой олимпиады, пусть даже и детской, невозможно без олимпийского огня. В Ленске-Кузнецком огонь зажгли воспитанники детских садов вместе с почти олимпийским мишкой. Многим российским зрителям, пожалуй, только после Сочинской олимпиады открылись секреты таких видов спорта, как бобслей или керлинг. А уж соревнования по этим видам спорта в городе не проводились ни разу. Сама атмосфера проведения олимпиады, зажжение факела, проведение различных видов спорта, мы постарались приблизить их к тем видам спорта, которые были на олимпийских играх. Самое главное, чтобы понравилось нашим детям, чтобы они с желанием приходили на наши соревнования и с желанием записывались в те спортивные секции, которые сегодня работают в Ледовом дворце. Как думаете, после вот этой маленькой олимпиады не появится у нас в городе отделение керлинга, например? Мечта такая есть об открытии керлинга. Очень сложно найти специалиста по этому виду спорта. Но мы этим вопросом занимаемся и надеемся, что такой специалист в нашем городе появится. Юные бобслейсты Никита Нечаев и Илья Попович из 16-го детского сада в полной мере ощутили на себе, как порой сложно приходится спортсмена. Ведь на трассе, пусть даже и самый простой, могут случиться непредвиденные ситуации. По дороге ломаются сани, теряются спортсмены и сбиваются фишки. Олимпиаду смотрели? Да. Какие виды спорта знаете? Хоккей. Чемпионное катание. Как думаете, сложно было нашим спортсменам там побеждать? Да. Почему было сложно? Потому что они долго это все делали. Биатлон со снежками вместо винтовок. Керлинг с банками из-под майонеза. Оказывается, чтобы заниматься спортом, не всегда нужна и олимпийская экипировка и настоящий спортивный инвентарь. Главное – желание и стремление к победе. А этого у дошкольников хоть отбавляй. В этот раз олимпийскими чемпионами стали ребята из 16-го детского сада. На втором и третьем местах – детские сады номер 173 и 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова